добрый вечер дорогие мои подписчики и гости добрый новогодний вечер надеюсь настолько насколько это возможно всем участникам того спектра движений которыми мы все являемся настало время поздравить настало время подвести итоги настало время обозначить перемены что можно сказать по итогам года если вынести за скобки к вид и все что с ним связано в общем для мужского движения широком смысле год был неплохой мы чего-то смогли добиться мы показали документальный фильм мы посодействовали съемкам художественного фильма мы подписывали петиции мы привлекали внимание людей мы боролись с противниками бомбили в пух и прах критику особенно неконструктивную критику в общем делали то что могли делать каждый по-своему опыт учтем ошибки постараемся исправить подходы улучшить и сделать более эффективными думаю будет вполне безопасно предположить что в этом году наша общая численность выросла в том числе и благодаря нашим врагам и за это время в предновогодний момент тоже сказать им спасибо хотят они того или нет но действуют они на данный момент по крайней мере в нашу пользу чтобы они там не старались и как бы не были уверены например продвигающий тот же самый закон сбн пока у них ничего не вышло будем надеяться что в этом была и частично наша заслуга для меня большой личной потери стал уход в начале еще года константин анатольевича крылова это наверное главное для меня потери года есть какие личные перемены не все я могу озвучить пусть даже и хотел бы но в целом кроме константин анатольевича вот был в целом хороший мне не на что жаловаться заработал первый темный телеканал хоть там до сих пор еще нет вещания круглосуточного но она в ближайшее время появится потому что плейлист уже набран но события наши стали уже на первом темном регулярными настолько же регулярными насколько регулярным стал киноклуб теперь это для нас такая обычная нормальная вещь и круг зрителей постепенно растет выбора фильмов расширяется так что все в наших силах сделать эту платформу ярче глубже полезнее эффективнее это по сути наша платформа для интроспекции потому что никаких других платформ для этого в общем то нет нет ничего кроме того что мы сами себе сделали тем кто попал в наше информационное поле из-за тяжелого события тяжелого положения в личной жизни а мы знаем что таких среди нас много я тоже оказался в этой области таким образом желаю всем вам чтобы на будущий год ситуация разрядилась цикл куберрос был пройден еще на шажок вперед общий уровень грамотности и юридической и психологической повысился появился круг поддержки который не сводится только к семье и платным специалистам по психологии чтобы были прочитаны новые книжки чтоб попались хорошие книжки чтоб попались и вышли хорошие фильмы чтобы было поменьше неприятного побольше приятного да за все хорошее против всего плохого всем вообще желают целостности и баланса в их самом широком понимании теперь отдельно отмечу о важном событии которое у меня состоялось еще в ноябре месяце но в принципе к этому делу подходило достаточно давно как видно из моего трейлера который до сих пор все еще висит на канале но будет заменен ближайшее время я достаточно долго обозначал себя как представителя направление мэктау мэнго иные он вы которые в русском переводе получили название мисп мужчины идущие своим путем этот флаг служил мне верой и правдой и хорошо позволял ориентироваться в информационном поле политическом поле философском поле хорошо познавал опознавать где чужие где свои насколько свои насколько чужие но к сожалению концу этого года ситуация в очередной раз осложнилась и я понял что это дисгармоний этот дисбаланс между знаком и тем кем я по факту являюсь нужно как-то устранять частично это объективно так я в общем то согласен с многими претензиями которые ко мне пришли из сообщества мэктау ну нет такового сообщества скажем так представители которые ярко себя обозначают как мэктау обнаружилось ярко обозначилось несколько серьезных конфликтов скажем так мировосприятие между философии как ее понимают широкие круги философии мэктау и тем как понимаю я в основном мы разошлись по направлением что мэктау очень скажем так плохое принятие детской темы мэктау в целом как сообщество не понимает этого и не понимает интереса в этом вопросе умеет интерес всегда был просто я считал что поскольку он вы это мой путь мой способ скажем тогда мой взгляд я могу в него включать и детей тоже это первое второе как мы знаем я хорошо это знаю мэктау в целом очень скептически относятся к долгосрочным отношениям тем не менее факт тот что я состою долгосрочных отношениях уже достаточно давно опять же моем широком понимании оуну и своего взгляда своего мира своего способа смотреть на вещи для меня в этом не было противоречия но сообщество мэктау похоже нет не принимает такой широкий взгляд и собственно сейчас мэктау обозначает себя как пустое кресло это как бы их официальная такая групповая позиция я трезво посмотрел на себя и понял что меня никак нельзя отнести к тому кто оставил просто пустое кресло и ушел из общества конечно я ушел в некотором смысле в некотором смысле я сильно меня представляет пустое кресло но не в том смысле не не настолько широко как это понимается в сообществе мэктау в общем получилось что по трем даже только по этим трем серьезным пунктам обозначились серьезные расхождения скажем так это не противоборство это просто разный взгляд на вещи до разные приоритеты разные стремления и очень пора привести их к сожалению соответствие в гармонию знак должен хорошо обозначать обозначаемое до обозначаемое должно соответствовать знаку поэтому я задумался серьезно если мэктау мне не подходит то что же подходит и большому сожалению сейчас вот в широком таком понимании толком не существует никакого пока направления которое бы в этом смысле отличалась от мэктау но при этом находилась в рамках моносферы есть очень широкое понятие моносферы вообще есть люди которые просто называют себя моносфер и прочитают себя к моносфере но не считают себя ни мужским движением не мэктау не активистами за права мужчин и так далее такое есть тем не менее все таки что-то тут нужно как-то обозначить уже потому что уж моносфер это слишком широкий термин по крайней мере пока я не чувствую пока в себе такой ширины что просто сказать моносферы и все я посмотрел на одно сообщество но не сообщество скажем так а набор тоже снег ты спектр философии когда за которым я тоже слежу достаточно давно это англоязычный спектр он представлен двумя аббревиатурами одна аббревиатура звучит как айби мор что означает интерспектив black men of reform то есть интроспективные чернокожие мужчины реформации и есть еще родственное направление которое называется сизбием сизбием расшифровывается как save your cells black men спасите себя сами черные мужчины чернокожие мужчины принципе это до какой-то степени родственно направлением это вот в таком в соло варианте но при этом с упором на специфику который действительно объективно существует существует объективная специфика в темнокожих сообществах у них действительно особенная динамика который отличается от динамики в всех остальных скажем так уж точно у белых европеоидов я логично решил что мне нравится слова интроспекция и вообще как они рассуждают целом это действительно моя зона интересов это объективно так это то что я смотрю то что я читаю то что я изучаю то что меня привлекает интроспекция но чернокожим меня никак назвать нельзя да у нас есть своя специфика безусловно здесь нашей стране и скажем так и у расы и у национальности на если сужаться уже там до регионов страны но конечно мы сильно отличаемся в по своему спектру проблем от чернокожих мужчин там америки или других стран реформа реформа это то чего мы все в общем то хотим так или иначе но что мне нравится что айби мор понимают реформацию именно в широком смысле не как какую-то просто бумажку которую приняли в органах власти реформация это состояние общества это некое движение где есть внутренняя реформация которая означает просто перемену мышления постоянные поиск смена пути выход на новый уровень я это так понимаю и соответствующие ему публичные процессы которые происходят как раз при помощи уже отображение вот этих массовых внутренних перемен отдельных индивидуумов отображение их в социальную плоскость естественно это идет с опозданием с искажением и с неким таким размазыванием по общей массе и того я сформулировал наверное то что я сейчас хочу обозначать до такой спектр идей который меня привлекает чтобы с одной стороны оставаться в рамках моносферы с другой стороны все таки обозначить некоторые более конкретное направление моносфере осознавая при этом родственность и откуда это направление собственно чем она порождена это синтез нескольких разных частей которые и так моносфере присутствует но в различных ее течениях я уже использовал это это как бы и слово и аббревиатура айр айр это по латыни воздух вот что мне нравится и в символическом смысле и смысле изображения я считаю что в целом переход от от среды огня который я вижу что я был стремился к ней как бы она мне была близка и мне нравилось я хочу сменить эту среду на на другой скажем так элемент алхимический перейти в сторону воздуха в том числе чтобы обозначить надеюсь некую новую дополнительную трансформацию ожог в сторону окончания цикла кубер-рос меньше каких-то там ярких конкретизированных там боевых таких вещей на меньше разрушения и постараюсь подняться как бы более что ли философский уровень ближе к любимому мой мной и очень уважаемому стардаску который сейчас называется финки не и смотрю его поныне один из немногих блогеров которых я вот смотрю столько сколько я нахожусь на ютюбе мне все еще интересно его смотреть в общем попытаюсь подняться что называется в эфир в широком смысле этого слова в том числе в алхимическом воздух благорастворение воздухов как я это назвал в заголовке к данному поздравлению что настоящим перехожу в новый год оставляю благодарностью знак и аббревиатуру мактау и более себя им не обозначаю складываю с почетом снимаю как почетный флаг сворачиваю и убираю на полку это была большая серьезная страница в моей жизни но начинается другая страница кто захочет присоединяться к этой странице присоединяйтесь потому что я придумал это на коленке нигде это не прочитал захочет себя так обозначать и думать в этом направлении чувствуете себя совершенно свободно я никаких прав на эту идею на эту философию не предъявляю что же пора сменить среду торжественно добро пожаловать в новый воздушный год итак откуда взялась аббревиатура айр и что я решил что она должна обозначать я попытался синтезировать все эти компоненты из веток моносферы которые я хочу интегрировать и оставить как свои основные направления и в то же время отбросить то что в общем уже мне не соответствует или плохо соответствует и получилось в сухом остатке что во первых нужно обозначить что круг проблем которыми я лично интересуюсь и занимаюсь он в основном касается европеоидов можно конечно с еще уже взять до чтоб тип это именно в нашей стране и еще каких-то регионах но в целом понятно что проблема которая интересует меня как живущего в россии в центральной россии сильно отличаются от тех проблем которые решает например представитель движения айби мор он фокусируется на своих проблемах я фокусируюсь на своих у нас разные прошлые хотя есть некоторые общие свойства у наших у наших взаимоотношений с нашими же женщинами так что пришлось обозначить некое слово для бледнолицых скажем так и во множественном числе по латыни женском роде это будет албла это от альба альба это белый вот но в таком в такой форме это означает скажем так светловатый стремящийся к светлому бледный очень бледнолицей это будет понятно в общем достаточно широкое определение и понятно что она обозначает понятно откуда мы происходим чем мы занимаемся эксплоратива означает открытие открытие я понимаю самым широком смысле как открытие внутри которые связаны с исследованием самого себя это то что касается интроспекции это касается психологии каждому по мере его сил там если есть возможность с помощью специалистов начи специалистов если это какой-то самостоятельное исследование начи самостоятельная но смысл в том что я копаю себе и не хочу на этом останавливаться хочу копать дальше то же время нашу внешнюю среду это что происходит снаружи нужно это тоже понимать исследовать чтобы понимать что происходит по возможности иметь целостную картину мира то есть такое познание в широком смысле познание внутри познания снаружи это некая интроспекция и экстраспекция одновременно и наконец третий компонент то что мы не только собираем информацию о себе и о том что происходит снаружи но мы что-то с ней делаем и преобразуем есть какие-то перемены какие-то стремления мы хотим что-то поменять в этом мире и в самих себе чтобы продвинуться чтобы стать лучше чтобы выйти на новый уровень каждый может сформулировать это сам как хочет это означает реформать его то есть реформа самом широком смысле этого слова реформа себя и как следствие реформа окружающего мира для поклонников творчества джордана питерсона это должно означать что сначала себя потом снаружи и это реально работает во многих ситуациях и того получается что по латыни это вот такие три слова а более эксплорать его это реформать его я думаю что правомерно как представителю европейской цивилизации использовать обозначение и название именно на латыни они на каком-то другом языке потенциально это означает возможность включения людей из других стран которые находятся в похожей ситуации и имеют схожие проблемы так что на будущий год моим обозначением будет алхимический символ воздуха и все символы связанные с воздушной средой начиная с облаков и тумана и заканчивая перьями ветром ветряными мельницами и так далее и так далее но это лишь образ который просто призван передавать таком концентрированном виде некую философскую идею направление взгляда если вам покажется что вам эта идея близка то приглашаю всех желающих присоединяться кто захочет придумать что-то свое ему это будет ближе думайте что-то свое я совершенно не против моё обозначение себя как айр не исключает потенциально вступление в там временные или постоянные союзы с какими-то другими организациями сообществами людьми участие в проектах и так далее просто это обозначение сжатое моего мировоззрения как я смотрю на вещи что я стремлюсь сделать что я хочу сделать что меня интересует чего от меня можно ждать и чего от меня ждать не надо как то так на этом спасибо вам большое за внимание еще раз поздравляю вас с наступающим праздником хочу чтобы следующий год был лучше чем предыдущий все-таки предлагаю смотреть вперед с разумным оптимизмом разумным но оптимизмом а это у меня все счастливо с новым годом